всем привет 7 iphone сейчас попробуем поменять заднюю крышку один винтик тут у нас прикручен одного нету пластик сверху стекла защитные треснутые возможно телефон разберутся да разбирался легко открывается герметичность нарушена вроде все на месте заглушки винты залапанный просто интересно что на нем делали чтобы не столкнуться с какой-нибудь неожиданностью вроде все на месте ну да ладно давайте приступим у всех уже она есть трех лучевая отвертка для 7 айфонов и и и и и и и Открутилась вместе с винтом нижним. На этой заглушке у нас уже два четырехлучевая. Снимаем дисплей. Дисплей оригинальный. Итак, что тут нужно сказать. Запоминайте, какой винт откуда раскладывать их так, чтобы потом не запутаться. Я обычно от заглушек винты складываю отдельно. Ну а там уже по порядку отстегиваем батарею. Нижний разъем. Откручиваем четыре винта. Да, вот этих не знаю как они называются, как их обозвать. Они не все одинаковые. Обратите на это внимание. Одинаковые только вот эти два. Вот этот. И который вот здесь стоит. Вот этот вот. Они одинаковые. А вот эти они разные. Поэтому глазом вы этого не увидите. Если поместите все четыре винта под микроскоп, то там будет видно. Не перепутайте их. Еще разъем ложка. Камера. Соединили коэксиальные. Снимаем нижний модуль. Добавим света. Внимательнее да. Здесь у нас виброзвонок. Вибромотор. Имеет шлейф, который уходит под другую завушку. Динамик. Февермоторчик весь в пыли. И так далее шлейф у нас уходит под системную плату. Поэтому приступаем к съему системной платы. Anybody? Вот. Теперь нам нужно подчеркивать. Посмотрите. Здесь у нас ещё один KXL один такой незаметный винтик. Достаем слот такой подушатанный, его открывали явно чем-то большим, чем чем положено. Системка нетронутая. Вот наш шлейф. Здесь надо поднагреть. Системка нетронутая. Системка нетронутая. Системка нетронутая. Будьте аккуратны, здесь всё посложнее чем на шестёрках. Два микрофона на тонких шлейфах. Аккуратно извлекайтесь, чтобы не оторвать ничего. Так, и здесь у меня ещё два винта, которые я не снял. Забыл. Пару раз менял каркас всего на этом телефоне. Вот они у нас спрятаны под заглушки такие. Теперь ещё. Теперь ещё. Так, здесь у нас стоят такие тонкие решётки, пыльные. Надо извлечь их. Получится ли без нагрева. Не знаю, что получится. Так, здесь у нас. Пару раз менял. Пару раз. 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 Вроде всё с нижним модулем. Предлагаю сразу его переставить, чтобы не собирать на столе целую кучу винтов до всяких прочих деталей. Так, поставили. Далее. Одна. И вторая. Далее вставляем модуль. Далее вставляем модуль. Далее вставляем модуль. Далее вставляем модуль. Самые мелкие винты из всего нижнего модуля. Запомни легко, что не скажешь о других. Так. Давайте. Склеивается с каркасом. Это затрудняет немного установить его правильно. Давайте закрепим разъём. Так. И теперь можем попробовать его подвинуть ещё. Вот так вот. Вот этот контакт должен быть под. Вот. Встремлод. Встремлод фиброматур замужка вот так вот 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 вроде бы все на месте все по плану ничего не перепутали все потому что грамотно расставили винты разложили при разборке кстати здесь вот у шлейфа есть отверстие и на каркасе что поможет вам правильно установить шлейф так далее батарея батарею мы извлечем в конце сейчас давайте переставим нет не в конце батарею мы извлечем сейчас чтобы достать замки установим замки и потом продолжим все остальное жгуты можно заказать на али замки без проблем кто не хочет заказывать можно посадить на обычный скотч что и происходит постоянно и у меня тоже так снимаем замки сразу переставим 1 2 3 и все вроде на один замок у нас здесь еще стоит но он идет заодно с кнопкой включения и здесь у нас замков больше нет до нашего времени так так а так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Замки переставили Смотрим Обращаем внимание на всякие прокладки, которые обычно выпускают Сим Сим Вот этот вот выталкиватель Заталкиватель Его тоже нужно переставить Потому что на каркасе его нету Такая вот незначительная деталька с резиновой прокладкой, которую очень легко можно забыть Смотрим дальше Дальше, друзья, приступаем к шлейфу Шлейф Шлейф У нас Включает в себя Кнопка блок Кнопки звука Разъем Кнопка включения И Здесь у нас идет датчик Датчик Короче Достаточно длинный сложный шлейф Поэтому Давайте его поднагреем Для начала Чтобы Не оторвать его Переставим вот эту контактную прокладку Прокладку Больше ничего Вроде Итак Снимаем шлейф Это Попалась мне под руку прокладка Которая Совсем незначительная Их можно в принципе не ставить Которая мы снимали Вот отсюда Вот С нижнего модуля Вот Вторая Хер я знаю Где она Если Найдем То абсолютно Ничего страшного Не произойдет Седьмым айфоном Куда-то Залипло Итак Продолжим Такие Тоже Специфические Винты По порядку Раскладываем Винты Кнопки Включения Как Видите Уже Другие Меньшего Размера Достаточно Легко Сходит В принципе Можно И не Греть Не Сильно Приклеен Шлейф К Корпусу Седьмого Айфона Аккуратно Снимаем Вот В принципе Еще Виндреть Не Пришлось Так Ну и здесь Позамороченная Конструкция С основной Камерой Плюс Контакты На массу Антенна На системную плату также, датчик. Постараюсь снять поближе. Винтик Второй. Контакт на корпус. Два винта. Вот вижу заглушки основной камеры. Один мелкий, другой подлиннее. Положим их, соответственно, вместе с заглушкой. Хваленая камера седьмого айфона. Ни в коем случае не трогаем пальцами за линзой. Так, это у нас разъём датчика, по-моему. Так, и что-то у нас там ещё держит. Держит. Вот он ещё один винтик. Тот самый безымянный, который я не знаю как называется. Откручивание с специальной отверткой. Вот это вся у нас конструкция. Здесь у нас находится микрофон. Очень интересные прямоугольные формы. В общем-то, вот у нас весь шлейф. Здесь у нас осталось... Здесь у нас пытник остался. И ещё один на каркасе, который мы сейчас снимем. Решётка такая вот. Честно говоря, я бы и вот это стекло переставил. Можно поставить оригинальное, если оно, конечно, легко снимется. Но сидит оно довольно серьёзно. Приставляем пыль. Паралоновая прокладка, которая защищает от попадания пыли. Очень важная вещь, между прочим. К сожалению, всю конструкцию с клипсами вот этими мы снять не сможем. Потому что она... Не знаю, как процесс называется. То ли наклёпана, то ли наварена. Поэтому переставляем только прокладку. Кстати, тоже есть каркасы седьмые. Я видел вместе вот с этой... С этими клипсами. То есть, если выбираете каркас, заказываете, то обращайте внимание, конечно, на всё вот это самое вот херня. Как видите, оно здесь у нас... Видите, да? Точечная сварка, что ли. Микросварка. Оставим это стекло, наверное. Хотя, вот честно скажу, он не нравится мне это стекло. Оно совсем мутное, вот сравните, да? Какой-то матовый. Давайте, наверное, попробуем нагреть и снять. Упс. Упс. Как видите... Не знаю, видно ли вам деформацию. Вот это вот точно стекло. А вот это у нас оказывается пластик. короче его еще и поцарапал оставим как есть думаю большого значения он не имеет все-таки тут у нас вспышка была камера конечно было бы понятно что можно переставить а учитывая что здесь вспышка я думаю и это стекло пойдет и так и так оставим неудачное извлечение стекла давайте переставим вот этот вот контакт с массой на системную плату сразу поставим на место так мне тут чел пришел немного отвлекусь так здесь больше ничего нету остались остались кнопки давайте перекинем кнопки сразу и приступим к установке шлейфа включения так не помню каких переставил по моему здесь ну а вот так вот снимаем замки вот все вспомнил такая интересная конструкция у этих кнопок замки над замками обратите внимание как снимается и так точно также ставится конечно конструкция интересная но на шестерку было много попроще и так теперь вставляем также сначала вот эту часть как видите стала на и потом защелкиваем сверху и так жалко пинцет гнуть поэтому чем-нибудь посильнее есть теперь ставим эту рамку так вот одна кнопка готова надеюсь там все было видно к сожалению кнопки переставляем новых у меня нету не знаю корпус принесли без ничего без новых кнопок поэтому немного отличается конечно все таки после многократного использования нажатия на кнопки они становятся глянцевыми ну соответственно теряют свет далее опа хорошо заметил куда влетела здесь у нас соединяем таким же способом есть есть сняли сняли и и и и и и кнопки готовы звука последняя кнопка включения звука последняя кнопка включения звука последняя кнопка включения звука последняя кнопка включения если кто-то еще не понял конструкцию Вот так. Друзья, наконец-то вставляем шлейф. Давайте еще раз оглядим всю эту конструкцию чудовищную. Посмотрим. Вот вижу здесь прокладки. Вроде незначительные. Давайте их переставим. Совсем мелкие. Кстати, что-то раньше я их не замечал и даже не переставлял. Не знаю, что они делают. Скорее всего предотвращаю для движения кнопок. Сейчас постараюсь приблизить, показать. Вот она прокладка. Совсем мелкая. Стоят строго под кнопками. Вот так. Вот так. Вот так. Так. Ну, теперь наверно точно все. Я ничего не забыл. Не спешите при замене. Всегда осматривайте по несколько раз. Потому что всегда обязательно кто-нибудь что-нибудь забудет. Вроде все поставил. Все. Вот одна. Приступаем к сборке. Три винта. Одинаковые. Три винта. Немного попасть. Немного попасть. Три винта. 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 Здесь у нас кнопка включения два одинаковых винта, которые чуть-чуть помельче, я их положил отдельно, плюс замок с правой стороны дисплейного модуля. Так, здесь у нас отверстие, как видите, в шлейфе и паз, вот он, в который, конечно же, нужно попасть. Так, вспышка поставили. Так, вот это у нас заглушка. Так, сюда у нас идет винт. Извиняюсь, друзья, она тут отвлекает опять. Так и забудешь, кто дачу закручивал. Несут работу, ну и, соответственно, прошу не разговаривать никого. Объясняют на пальцах. Итак, вот так вот все это должно войти. Обратите внимание, надеюсь видно. Так, осталась у меня системная плата, камера, ну и заглушки. Ставим системную плату. Покорректирую. 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 Ставим гексельный. Покорректирую. Вот, более-менее. Так, устанавливаем контакт на масло. Длинный широкий винт вот сюда идет. Так, шлейф застегиваем. Этот шлейф пока не застегиваем, потому что нужно винт вкрутить. Так, устанавливаем Wi-Fi антенну. Скорее всего дополнительная Wi-Fi антенна у нас. Три одинаковых финта, кстати, здесь, чтобы не перепутать. Самые мелкие, наверное, во всей конструкции айфона. И 1А корпус побольше. Пока что мне понравился корпус этого телефона. Косяков пока не вижу. Вроде все совпадает. Потому что бывают такие корпуса попадаются ужасные. Так, вот этот винтик, который я хотел закрутить под разъем. Самый незаметный винт, походу, во всей конструкции. Застегиваем разъем. Очень маленький разъем, аккуратно снимем. Устанавливаем камеру. Давайте посмотрим, нет ли у нас пыли. Хорошо. Хорошо. Захар. Хорошо. 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 Застёгиваем камеру. Пластик не оригинального каркаса, потому что каркас точно не оригинальный. В оригинале это стекло стоит. Болт у нас походу не намагниченный. Оба винта заглушки камеры почему-то у нас не намагничены. Наверное это связано как-то с работой камеры. Так, осталась совсем ерунда. Заглушка. Ставим сюда специальный винт. Напоминаю, сюда и вот сюда у нас одинаковые винты. Винты под трёхлучевую отвертку. Заглушка. Так, вот эти два винта. Тот у которого втулка побольше у нас идёт вот сюда. Вот сюда. Тот у которого поменьше. Вот сюда. Так, и этот винт у меня остался на заглушке. Вот такой он бывает, когда. Давайте с ним верну. Вот так. Так, батарея. Ставим на старый добрый 3М. Обычно я ставлю на оригинальный. Но он у меня закончился. Надо бы заказать. Осталось только вот 6+. Большие, как вы понимаете. Поэтому ничего страшного. Всё. В принципе, каркас поменен. Остался ушатанный сим-слот. Вы видите, да? Отверстие. Жаль, что нет. Вы, конечно, в комплекте обязательно поменяли бы. И всё. Дисплей. Дисплей. Со сломанным пластиком. Защитное стекло. Защитное стекло пластиковое. У меня сейчас все себе ставят. Дисплей. Защитное стекло. Защитное стекло. Защитное стекло. Дисплей. Здесь не надо объяснять. Все нам уже меняли дисплей на седьмом айфоне, кто занимается ремонтом. Тут все трёхручевые. Три одинаковых мелких вот этих вот, которые сейчас закручиваю. И здесь длинные. На восьмом пока ещё не доводилось ничего менять. Вообще ничего. Вообще ещё ничего не приносили. В магазинах у нас лежит в Барселоне. Как-то он мне не очень понравился внешне. Как-то он весь стеклянный. Посмотрим, как он будет ломаться. Друзья, канал не закрыт. Сейчас небольшие сложности. Заказал много чего нового. Микроскоп новый. Камеру. Хочу приступить к съёмкам по ремонту системных плат. Много чего нового. Хочется уже показать. Но пока нет возможности. Но я думаю, может быть месяц и начну снимать новые ролики. Так что не теряйте связь с нами. И один винтик. Как он и был. Не знаю почему он один. На седьмом айфоне они немного короче. Я конечно с удовольствием доставил. Мне не жалко. Боюсь, что у меня нет от семерки винтов. Кстати, надо заказать. Нет у меня от семерки винтов. Всё друзья, всем спасибо за внимание. Я доф. Надеюсь не забыли. Только что мы заменили каркас на седьмом айфоне. Подписывайтесь. Комментируйте. Всем удачи в ремонте. До новых встреч. Всё работает. Всем удачи. До новых встреч.